Дональд Трамп сперва на своей платформе True Social, а следом на политическом ралли сторонников в Аризоне, заявил, что не даст Камале еще один шанс, чтобы использовать его в качестве дебатов с ним. Причина довольно проста. Итак, поскольку мы провели уже два дебата, и поскольку они оказались успешными, третьих дебатов не будет. Как мы все видели, два дня назад мы одержали монументальную победу над товарищем Камале Харрис в президентских дебатах. Трамп добавил, опросы ясно показывают, что он выиграл дебаты против товарища Камале Харрис, кандидата от радикальных левых демократов, во вторник вечером, и она сразу же призвала провести вторые дебаты. Она и жуликоватый Джо разрушили нашу страну с миллионами преступников и психически безумных людей, влившихся в США, совершенно непроверенных, и с инфляцией, обанкротившей наш средний класс. Товарищ Харрис не пришла на Fox дебаты, отказалась участвовать в NBC и CBS. Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была сделать в течение последних четырех лет. Третьих дебатов не будет. Сложно не согласиться. Тех, кто из Демпартии, не переубедишь. А те, кто из серии до сих пор сомневаются и не видят результатов уже проделанной Демпартии и личной Харрис работы с массой кризисов, может у них никогда глаза так и не откроются. Дональд Трамп заявил в четверг на своем ралли, что он отменит все налоги на оплату сверхурочной работы в рамках более широкого пакета мер по снижению налогов, если он будет избран на выборах 5 ноября. Это в дополнение ко всем тем экономическим мерам, о которых он рассказывал на дебатах. Никаких налогов на сверхурочную работу. Люди, которые работают сверхурочно, являются одним из самых трудолюбивых граждан в нашей стране. Слишком долго никто в Вашингтоне не контролировал эти процессы. Это люди, которые действительно работают. Трамп также заявил, что будучи президентом, он будет оказывать давление на Федеральную резервную систему, чтобы та снизила процентные ставки. Несколько слов Трамп уделил и прошедшим дебатам. Корпоративные СМИ, проводя фактчеки его заявлений, совсем ни одного фактчека товарища Камала не удосужились делать. Захватив власть и обесценив голоса американских избирателей нелегалами, которых запустили в США, им дают уже сегодня право голоса. Истеблишмент Демпартии необходимо судить. По-хорошему, эти товарищи власть уже не отдадут, это понятно. Они продолжают лгать и усиливать пропаганду, на которую поддаются доверчивые малообразованные избиратели. Камала Хэрис сказала, что ни один штат не разрешает аборта на девятом месяце, что является полной абсолютной ложью. Они делают это в некоторых случаях даже после родов. Она утверждала, что я хочу контролировать беременность женщин. Я не хочу этого делать. Я знаю, что это неправильно. Я хочу сделать, чтобы женщины могли ходить свободно на осмотр в больницу. Камала утверждает, что не поддерживает массовую конфискацию оружия, хотя на самом деле она поддерживала ее целиком и полностью на протяжении всей своей карьеры. Подумайте об этом. Она хочет конфисковать ваше оружие. Если у кого-нибудь из зрителей оружие, поднимите руку. Общественность не обмануть. Они видят это насквозь. Ложь Камала и беспрецедентное партийное вмешательство двух отъявленных ведущих модераторов. Что бы они ни делали. Я знаю, что это такое. А еще есть место под названием Спрингфилл, штат Огайо, о котором вы все читали. 20 тысяч нелегальных гаитянских мигрантов напали на город с населением 58 тысяч человек, разрушив весь их образ жизни. Это было прекрасное сообщество, а теперь то, что произошло, ужасно. Программа штата Медикейт и продовольственная программы почти банкроты. Записи звонков службы экстренной помощи даже показывают, что жители сообщают. Мигранты уходят с городскими гусями и домашними животными в парке, озере. Даже гуляя со своими домашними животными, не чувствуют себя в безопасности. И это сейчас происходит с местными гражданами. Вот что я вам говорю. 5 ноября мы спасем нашу экономику, спасем наш средний класс, мы вернем себе наш суверенитет и восстановим наши границы. И мы всегда теперь будем ставить Америку на первое место. Мы вернем нашу страну Аризона. Большое спасибо. Благословит всех Бог. Спасибо вам большое. И Бог благословит всех. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.